Hello there, beautiful people! Сегодня мы поговорим про 10 профессий, в которых без английского не обойтись. Садитесь поудобнее, будем разбираться. И первая профессия, с которой мы начнем, это программисты и мобильные разработчики. Для IT-специалистов просто необходимо прекрасно знать как разговорный, так и технический английский язык. Знание языка помогает быстрее разбираться в новых разработках, вести техническую документацию, работать с англоязычными статьями по актуальным темам. Более того, программистам часто нужно сотрудничать с зарубежными коллегами, периодически посещать конференции или получать дополнительное образование на зарубежных онлайн-курсах. Рекомендованный уровень для программистов – Upper Intermediate. Вторая профессия – веб-дизайнеры. Это такие люди, которые занимаются разработкой пользовательских интерфейсов для мобильных приложений, сайтов и программ. Зачем им нужен английский? Во-первых, чтобы быстрее работать с программным обеспечением, которое чаще всего написано на английском. Во-вторых, строить нетворк, налаживать контакты с иностранными заказчиками, а также искать нужную информацию в англоязычных источниках. Ну и, конечно же, работать с техническим заданием. Следующая профессия – журналисты. Для хорошей статьи журналисту нужно уметь находить источники, отбирать информацию, анализировать и предоставлять людям достоверную информацию. А это значит, что с помощью английского журналисты могут активнее находиться в международной новостной среде, общаться с коллегами, зарубежными звездами, политиками и другими медийными лицами. Уровень английского журналистов должен быть не менее C1, C2. Едем дальше. Гиды и туристический бизнес. Английский – международный язык, и туристы из разных стран чаще всего общаются именно на нем. Более того, для отелей будет преимуществом иметь при себе гида, который свободно говорит на английском и может помочь туристам быстрее освоиться в новой стране. Пятая профессия – это инженеры. Современным инженерам для работы нужно много взаимодействовать с иностранными партнерами, технической литературой. Нередко приходится отвечать за закупку оборудования и вспомогательных материалов. Без английского контакт с международными и локальными зарубежными компаниями будет тяжело построить. Плюс наличие хорошего уровня языка и крутых навыков помогает инженерам найти высокооплачиваемую работу и высокую должность в зарубежных компаниях. Шестая профессия – авиаперевозки. Если вы любите путешествия и готовы постоянно находиться в полете в качестве стюардессы, пилота или других членов экипажа, то без английского вам точно не обойтись. Общаться с пассажирами, разбираться с международными инструкциями – работа, в которой английский знать в совершенстве просто необходима. Для специальности, где требуется много общаться с людьми, fluent speech или свободная речь также становится основой профессии. Седьмая профессия, о которой необходимо упомянуть – маркетологи. Маркетологи занимаются поиском и анализом актуальной информации по покупателям, сопровождением и выводам продуктов на международный рынок, проведением соцопросов. Также на рынке их специализаций большая часть литературы и полезных курсов на английском языке, поэтому высокий уровень необходим для работы. Восьмая профессия – это врачи, имеющие узкую специализацию. Косметологи, пластические и другие хирурги, стоматологи – тоже должны знать английский язык. Если врач хочет оставаться в тренде, то без чтения англоязычной научной литературы не обойтись. Более того, высокий уровень английского помогает врачам получить дополнительное образование за границей, принимать участие в международных конференциях или получить работу, повысить свою квалификацию. Знание английского является основным фактором, оказывающим влияние на профессиональный рост, престижность и популярность врача. Следующая профессия – экономисты. Высокий уровень английского помогает экономисту заниматься не только внутренним аудитом показателей компаний, но и анализом международного экономического рынка. Если уровень знания английского не ниже Апроинтимедия, то разобраться в огромном количестве экономических понятий, валютный рынок, цены бумаги и так далее, законов и теорий будет намного проще, так как многие понятия были созданы именно в зарубежных странах. И последняя на сегодня профессия – это дипломаты, конечно же. Для дипломатов английский становится уже вторым родным языком. На международной арене дипломаты представляют интересы родного государства и его граждан в других странах. Постоянно ведут переговоры. Дипломаты обязаны знать иностранный язык на уровне proficiency. Разговорную речь они совершенствуют на протяжении всей своей карьеры, а многие дипломаты являются полиглотами, знающими более трех-четырех иностранных языков. Делитесь в комментариях, кто вы по профессии и насколько английский нужен вам в работе. А если вы еще учитесь, то расскажите, какая профессия из списка вас привлекает больше всего. Это была первая часть современных профессий. Ждите вторую в ближайшее время на нашем канале. С вами была Кэт. See you later! Субтитры подогнал «Симон»!